Стрелеба из винтовки по мишеням, использование скалолазной веревки для переправы через воображаемое ущелье, движение ползком и серьезные физические нагрузки. Звучит как подготовка бойцов спецподразделений. Собственно, почти так и есть. Разница лишь в том, что все эти элементы выполняют школьники. Юные защитники и защитницы отечества участвуют в соревнованиях по спортивному туризму. Спортивный туризм это фактически подготовка к защите Родины. Мало того, что люди осваивают многие очень нужные навыки и умения в походе, которые могут пригодиться при службе в армии или при службе по контракту. Именно к службе в армии и готовится львиная доля участников соревнований. Они уже способны быстро и точно выполнить разборку-сборку автомата Калашникова, знают основы военного дела и имеют хорошие физические данные. В развитии ребят, как отличных армейских специалистов, активно участвует ДСААФ. Именно эта организация проводит соревнования и эстафеты. Первый этап мы проводили 1 декабря, день рождения маршала Жукова в 29-й школе имени Жукова. Сегодня здесь будет проходить уже второй этап данной эстафеты, туристической. Почему? Потому что дети должны быть быстрыми, ловкими, но еще и должны обладать навыками. В ДСААФ надеются, что у детей будет желание заниматься спортивным туризмом и другими подобными дисциплинами в дальнейшем. Для ребят это хорошее развлечение, а для государства – гарантии того, что молодое поколение – здоровое, сильное, умное и готовое встать на защиту Родины. Был он сын своей Родины верный и отец боевого десанта. Его имя дано нашей школе. Будем славить его неустанно. Никита Егоров, Евгений Стариков. Служба новостей и ТВ.